Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Библиотека сегодня это уже далеко не только книги. Современная библиотека, в первую очередь, информационный центр, более того, современная библиотека, это центр общественной жизни, ориентирующийся на личность, на ее меняющиеся потребности. Это уголок для отдыха, в котором человек чувствует себя защищенным, где можно не только получить информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми. Вот если говорить о том, какой должна быть современная библиотека, то, на мой взгляд, немаловажным моментом является ее внешняя привлекательность, наличие хорошей, удобной мебели, современного мультимедийного оборудования. А вот какое мнение о библиотеках у моих сегодняшних гостей, вот сейчас и узнаем. Заведующий филиалом библиотека номер 12, СМИПС Анна Галимзяновна Валиева и заведующий филиалом библиотека номер 11, Ирина Юрьевна Тихоновна. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Да, я приветствую вас в студии. Давайте мы побеседуем о ваших библиотеках. Ну и, наверное, первый вопрос, какие все-таки категории граждан посещает вашу библиотеку? Библиотека номер 12 Самарской муниципальной информационной библиотечной системы расположены по улице 22 партия 56. Это спальный район города Самары и нас посещают читатели всех родственных категорий. Это детки с родителями, которые приходят к нам за литературу не только школьной программы, но и за литературу по интересам. Это читатели среднего и золотого возраста, которые приходят к нам не только за книжечкой интересной, но и за тем, чтобы посетить мероприятие какое-то интересное, пообщаться. Прошлый год в условиях пандемии показал, что людям, к сожалению, не хватает этого общения, показал, да, и это общение находят в наших библиотеках. Естественно, в наших библиотеках соблюдаются все нормы предосторожности. Мы носим маски, перчатки, измеряем температуру всех входящих у сотрудников библиотеки, соблюдаются дистанции между посетителями библиотеки. И также при посещении массовых мероприятий мы соблюдаем все нормы предосторожности, да, мы соблюдаем дистанцию между посетителями мероприятий, измеряем температуру, то есть мы бережно относимся к своему здоровью, здоровью своих читателей. Совершенно верно, потому что, да, пересидев карантин, вот как прошлый год показал, хочется работать, чтобы сами были здоровы, и обязательно посетители приходили и получали эстетическое удовольствие, удовольствие от прочитанных и полученных книг. Расскажите, пожалуйста, вот как давно вы работаете в библиотеке, чем привлекает вас ваша профессия, ну и конечно, кто приходит к вам? Ко мне вопрос, да. Ну, я в библиотеке работаю очень давно, уже более 20 лет, в общем-то, вся моя жизнь связана с библиотекой, вся моя трудовая деятельность, я ни одного дня не работала нигде больше в другом месте, то есть свою трудовую... И запись трудовой книжки единственная, да? Да, свою трудовую деятельность я начала в библиотеке, вот, и поэтому, что ценю в своей работе, ну прежде всего ценю общение, общение с людьми, это самое главное. И когда я начинала работать после института, очень ценно было то, что очереди были, очереди были из читателей, это было очень интересно, это было очень здорово, мы приходили домой с работой буквально уставшей, потому что нужно было всех обслужить, нужно было успеть расставить эти книги, и это было здорово. Сейчас, конечно, библиотеки перешли на несколько иной уровень, но суть все равно осталась та же. Суть все равно осталась так же. Мы готовы к встрече с деловым и требовательным читателем, но мы по-прежнему любим наших дорогих, любимых читателей, которые приходят в библиотеку просто почитать и пообщаться. Ну а, конечно, сейчас современная библиотека отвечает современным требованиям о развитии общества в целом, потому что библиотека сейчас вот ровно в том понимании, в котором она была, сейчас она просто не существует и верно, и правильно, что библиотеки развиваются вместе с современным обществом. Но все равно какие-то, наверное, особенности обслуживания существуют, и в каждой библиотеке они разные. Вот какие они у вас? Какие у нас? Ну, как я сказала, что нас посещают категории всех пользователей, да. Вот у нас активно функционирует детский абонемент. Наряду со взрослым абонементом, читальным залом к нам приходят детки с раннего детства буквально, да, с родителями. И они приходят не только к нам за интересной книжечкой по школьной программе, по интересам, но и поучаствуют в конкурсах. Вот так у нас, например, в нашей системе, Самарской муниципальной информационной библиотеки, в нашей системе проходил конкурс «Талантливый читатель», который был посвящен юбилейным изданиям 2021 года. И тема конкурса была «Книга как путешествие». И наши читатели в возрасте 14 плюс активно приняли в нем участие, вот, и думаю, что библиотека сейчас это территория для творческой самореализации, в том числе не только за книга, да, чтобы мы пришли получить книгу, но это самое важное остается, да, но и творческая самореализация. И все категории граждан, да, мы подходим с особым интересом, чтобы читатель ошел от нас, получив заряд энергии, знаний, да, творческие самореализовывающиеся. Ну, наверняка в библиотеках нашего города существует между библиотеками, я имею в виду какой-то, может быть, негласный рейтинг между вами по проведению конкурсов, мероприятий, а вот вы знаете, эта библиотека провела то, а вот мы сделаем не хуже. Расскажите, пожалуйста, какие конкурсы проводите вы, в каких фестивалях принимаете участие, может быть, какие-то грантовые проекты? Ну, мы принимаем участие, наши читатели, наши библиотеки, библиотека номер 11, Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, которая находится в советском районе города Самары по адресу улица Аэродромная, 58. Мы принимаем участие в различных конкурсах, но наши основные конкурсы, это международный конкурс, про который упоминала уже Анна Галимзиана, это талантливый читатель, и наши читатели очень успешно в нем участвуют. Вот моя тема сегодняшнего выступления – это граждане пенсионного возраста, и хочу отметить, что именно они у нас являются активными участниками этого конкурса. Каждый год он посвящен разным темам. В этом году это книга «Путешествия», а в прошлом году был посвящен юбилеям Куприна, Бунина и Чеховой, так и называлось «Кубуче». И вот наши читатели сняли такой удачный, сделали сценку, по нему сняли ролик по рассказу Чеховой хирургии, и наши участники заняли первое место, и мы очень этим гордимся. То есть они у нас были большие молодцы. Ну и вообще в других различных каких-то конкурсах принимаем участие. Вот недавно был, проходил конкурс, 21-я библиотека наша система организовала по Гарри Поттеру, тоже у нас были участники, которые занимали призовые места в конкурсе города Югорск, был конкурс, посвященный здоровому образу жизни, загрузить здоровье, и наши участники тоже заняли все первые места, первое, второе, третье, и мы очень гордимся и благодарим наших читателей за такое активное участие в конкурсах. Ну вот я знаю, у вас клуб детективы науки, как вам пришла идея организовать этот клуб, в чем его неповторимость? Да, вот 2021 год объявлен годом науки и технологий, и обсуждая с сотрудниками план работы на текущий год, мы пришли к выводу, что хотим создать что-то такое необычное, интересное именно для подросткового возраста. И мы создали такой клуб, называется детективы науки, клуб везет в библиотекарь первой категории с педагогической образованием по этой тематике биологии и химии. Клуб посвящен всему самому интересному из мира науки, биологии, химии, географии, и клуб будет интересен именно подростковому возрасту. Почему? Потому что мы на мероприятиях клуба рассматриваем такие вопросы, которые, например, будут интересны подростку при сдаче экзамена. Например, в 11 классе он будет сдавать экзамены именно по этой направленности. И придя в библиотеку, ребенок, подросток может узнать, что такое массово всего интересного, что будет ему полезно при сдаче экзамена. Из мероприятий клуба, например, мы можем узнать, почему помидор красный, почему соленое, почему сладкое, сладкое. О первом антибиотике в истории пенсилини, о краснокнижных растениях и животных. То есть материал очень доступен. И немаловажный момент, что мероприятия абсолютно бесплатные. Ну, не раскрывайте, пожалуйста, все тайные подробности, Анна Галимнезиановна, потому что у нас есть ролик, и я предлагаю его посмотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... Ирина Юрьевна, расскажите, пожалуйста, какие книги сейчас читает, и все-таки вот к вам, библиотеку, чаще всего кто ходит? Ну, к нам ходят разные категории читателей, начиная с 14 лет и заканчивая гражданами пенсионного возраста. То есть мы открыты и доступны для всех и рады встрече с каждым читателем. Но отдельно вот хотел бы остановиться свой разговор на читателях пенсионного возраста, потому что наша библиотека находится в районе, окруженном хрущевками. И многие, очень мало новостройок, и многие люди, как правило, живут в этом районе всю жизнь. И они, конечно, прекрасно знают, где находится библиотека. Они привыкли читать, они любят читать, и поэтому они, естественно, ходят к нам в библиотеку, и это направление работы с этими читателями является приоритетным для нашей библиотеки. Я хочу сразу спросить и заметить, а адаптирован ли библиотечный фонд именно под этого читателя? Да, потому что, вы знаете, они и сами еще перестраиваются. Вот интересы их тоже меняются. Если раньше вот что читали, классику, советскую литературу, то я вот всегда отмечаю и всегда удивляюсь вот в общении с пенсионерами, вот насколько у них, вот знаете, базовая, вот база такая, вот есть знания. То есть они так много знают. Это вот кажется, что вот они ходят такие вот вроде старички, бабушки там некоторые, да, а на самом деле, когда с ними начинаешь говорить, они очень интересные собеседники. Они много читали. У них хорошая вот эта вот база знаний, как я повторяюсь, да, и с ними очень интересно общаться. А читать любят они. И классику читают, читают и советскую литературу, но много любителей и детективного жанра, женских романов, так называемая вот эта вот уютная проза. Ну, то есть вот они приходят, дайте нам что-нибудь про жизнь. Это вот наши детективы и Маринина читают, и Вильмотт, и Гармаш Роффе, и многих других писателей. А вот недавно у нас как-то было мероприятие, и вот к нам подошла тоже читательница одна наша, пенсионерка, и говорит, а нет ли у вас девочки вечный зов? Вот так хочется перечитать. Я говорю, хорошо, мы вам посмотрим, принесем, и мы ей дали вечный зов, и когда она пришла в следующий раз, она так нас благодарила. Она говорит, вы даже не представляете, какое я удовольствие получила. То есть вот понимаете, вот у них... То есть классика всегда востребована и актуальна. Да, да, у них всегда востребована. И они могут именно вот это поколение, мне кажется, может ее понять, прочувствовать и вот по достоинству оценить. Да, читать они любят. Читать любят, читают много и читают с удовольствием. Ну вот кому, конечно, позволяет зрение, здоровье, читают с удовольствием. Анна Глимзиановна, очень интересный вы рассказали сюжет про клуб детективы науки. Какие планы развития этого клуба на будущее? И вот расскажите, пожалуйста, о самом интересном мероприятии в рамках этого клуба. Ну, планов очень много. На следующий год мы планируем продолжать, поскольку мероприятия клуба очень активно посещают наши читатели. И могу сказать, что сейчас могут вступить абсолютно любой желающий, не только подросток, но и любой желающий, кого заинтересовала эта тематика. И на следующий год мы планируем обязательно проведение мероприятий. Не могу, но расскажу, как мы проводим мероприятия. Пожалуйста. Да, каждый четверг у нас проходят познавательные мероприятия в рамках клуба. Не только викторины, а мастер-классы, встречи проходят. И каждый курс проходит у нас, в конце каждого курса проходит итоговая игра. В формате викторины что, где, когда. Мы приглашаем экспертов на игру. Например, если первый блок у нас был посвящен химии, мы пригласили специалистов, учителей, педагогов в области химии, партнеров в нашей библиотеке, которые выступали как жюри. Да, и могу отметить, что первая игра называлась она «Химия Шерлоком Холмсом». Была очень активна, у нас было много посетителей на этом мероприятии. И после игры все участники получили у нас сертификаты об участии. То есть эти сертификаты они могут использовать уже в своей, например, школе, приложить к своему портфолио где-то, например. То есть планов на следующий год у нас очень много, поэтому приглашаю всех заинтересованных на мероприятие «Клуб детектива науки». А вот «Клуб поэтические романтики» Ирина Юрьевна, который работает в вашей библиотеке, также не менее уникален. Для кого он интересен? Расскажите. Ну, «Клуб поэтические романтики» у нас образовался как-то вот в конце 2019 года. И вы знаете, вот я даже не могу вам сказать, вот как вот он образовался, как-то вот он на гребне волны его прямо вот так вот вынесло на поверхность. То есть наши читатели, посетители библиотеки, ну, вот как-то вот так вот скомпоновались, и тут вот мы быстренько организовали этот клуб и подумали, почему бы не объединить усилия и нашим любителям поэзии, и не только, вместе вот так не собираться, не проводить вот такие встречи. Но формат встречи на самом деле он различный. Иногда это бывают такие скромные, тихие посиделки, уютные, как в домашней обстановке, а иногда это бывает что-то такое масштабное, театрализованные постановки. Например, у нас вот были сценки, делали по произведениям юмористическим Чехова. Одевались, изображали героев, все было очень здорово, прям, ну, как профессиональные почти артисты. В октябре у нас прошел осенний бал, то есть сами писали сценарий, наряжались, все было как положено, баба Яга, четыре времени года, и читали стихи. То есть пространство позволяет организовывать все вот такие большие мероприятия, да? Да, да, да. Мероприятия, они на самом деле самые разные в планах, которые в плане у нас библиотеки. Что-то у них созревает спонтанно, и тогда мы... То есть в контакте постоянно с читателями и взаимодействием будете, да, идеи друг друга? Да, 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 конечно. Вот сейчас мы знаем 200 лет Некрасова, мы будем в декабре отмечать, да, большая, очень важная дата, тоже было проведено мероприятие, посвященное Некрасову. И вы знаете, вот с таким удовольствием читали стихи, каждый читал 100 стихотворений, обязательно каждый читает, то стихотворение, которое ему нравится. Конечно, неизвестно. Ну, кто как, не обязательно, ну, все-таки уже возраст многие там, ну, из-за все невозможно, да? Кто-то прочитал отрывок из Некрасова, из какой-либо поэмы Некрасова. Это действительно было здорово и интересно. И, как правило, особенность еще, знаете, в том, если это вот просто посвящено творчеству какого-то поэту, или, например, нашему городу, допустим, вот к 170-летию Самарской губернии читаем стихи известных поэтов, самарских поэтов и свои собственные. Вот это вот такая изюминка, да, вот, которая, конечно, очень привлекательная. В гостях у них побывал даже самарский поэт Виктор Володин, да, тоже было здорово, почитал стихи, исполнил песни на гитаре, было очень здорово и интересно. Ну, вообще, они большие молодцы, и хочу сказать, что участником клуба может стать любой желающий. Здесь нет никаких особых требований, не обязательно ты там умеешь сочинять стихи, нет. Если ты любишь поэзию, открыт для общения, любишь читать, да, открыт для общения, пожалуйста, то мы всегда рады, всегда. Давайте посмотрим сюжет на эту тему. Да, давайте, с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, что у вас есть стихотворение как раз, да, участницы клуба, прочтите его, пожалуйста. Да, это вот лишний раз только показывает, какие они у нас задорные, наши романтики. Не важно, что морщинки на лице, уже нелегкая походка, но не хочу сидеть я на крыльце, пусть буду я для возраста находкой. Меня влечет и вальс, и краковяк, и музыка совсем не чужда. Вы скажете, с тобой что-то не так, в твоей поре другие нужды. Я возрасту судьбе наперекор танцую и собираюсь волжский хор. Душа поет, и сердце пусть не плачет. Я жить хочу, и не иначе. Стихотворение это написала Радаева Валентина Александровна, участница нашего клуба. И как нельзя лучше, мне кажется, отражает вот специфику, направленность, что вот мы живем полной груди, как говорится. Хорошо, спасибо большое. Сейчас хочу перейти к тем книгам, которые вы с собой принесли. Но вот для меня лично многие названия знакомы, и не новинки, но тем не менее вы хотите о них сказать. Пожалуйста. Я принесла именно книжечки, которые хочу рассказать о них. Например, я просто хотела узнать, какие у нас детки читают книги. И вот, например, автор Нарине Абгаряна заявлял просто сердца наших читателей, не только детского возраста, но и взрослого у нас читают. Вот Манюня, и вышла у нее книга, пишет фантастический роман, вторая часть. Заявляла просто сердца наших читателей, у нас читатели стоят с ними в очереди буквально, чтобы взять эту книжечку. Постоянно приходится и спрашивает, а есть ли такой автор или нет. И второй автор – это Гузель Яхина. Это автор бестселлеров. Это книга в прошлом году, да, у нас вышла «Зюлиха открывает глаза». За этим автором тоже у нас на абонементе, на взрослом стоит буквально в очередь читатель записывает. Да, и сериал известный вышел, да? Да, и сериалы вышли, и после этого сериала тоже всклыхнулся как-то вот этот вот, да, спрос увеличился на этого автора. Читать ее бесподобно интересно, буквально в одном дыхании читаешь. События, безусловно, тяжелые описываются, да, в этой книге. Но, тем не менее, ты не можешь оторваться от этого автора, да, от этой книги. И в этом году вышла книга «Ишлона Самарканд», тоже автора Гузель Яхиной. Тоже, безусловно, интересно читать. И рекомендуете прочтение. Да, я рекомендую обязательно всем, кто не читал еще, не знаком с этим автором, обязательно, да, приглашаю в библиотеку за этими книгами. И вот еще одна книжечка, тоже на Рене Абгарян «Шоколадный дедушка. Тайна старого сундучка». Да, тоже, безусловно, интересный автор, и поэтому приглашаю всех в библиотеку номер 12 в Самарском. А давайте еще и скажем об афишах, которые вы приготовили, ближайших или уже прошедших мероприятиях. Расскажите, пожалуйста. Я соглашаю данное мероприятие в рамках библиотектива науки. Создаётся познавательный час, называется «Антарктида». Так. Он состоит 25 ноября в 15.00. И ближайшие мероприятия мастер-классов, это для детишек, у нас 6+. Он состоится у нас 22 декабря. Видно, да? Да, да. 22 декабря, Новый год, случится в дом. Мы будем делать украшения интересные, из подручных материалов для дома, посвящённые Новому году. Поэтому приглашаю всех желающих на мероприятие в библиотеке номер 12. Ирина Юрьевна, я смотрю, вы тоже пришли не с пустыми руками. Книги есть, о которых хочется вам наверняка рассказать. Пожалуйста, будьте любезны. Ну, я вот хочу представить книгу французской писательницы Анны Гавальда, которая называется «Просто вместе». Книга учит добру. Книга учит тому, чтобы оглянуться, остановиться и посмотреть, что может быть рядом с вами, в подъезде, в квартире живут люди, которым нужна ваша помощь. Она вот именно учит тому, что не нужно стремиться объять необъятный и спасти весь мир. Это вот для меня так. А вот помочь просто одному человеку. Здесь главная героиня оказывается в тяжёлой ситуации. У неё анорексия, ну, не буду там всё рассказывать, да. Её спасает молодой человек совершенно случайно. И вместе они справляются. И в то же время она его учит потом обратить внимание на свою престарелую бабушку, которая находится в доме престарелых. И так вот, ну, достигается, если так можно сказать, гармония. Вот именно вот она учит такому добру. Наверное, жизненная очень такая книга. Да, да. Здесь много диалогов, как бы вот, ну, как вот. Рекомендуете почитать. Я рекомендую почитать, несомненно, она оставится лет в душе. Ещё одна книга, это один из моих любимых писателей, тоже французский, ну, я поклонница не всех его книг, но вот эта книга «Марк Леви. Где ты?» Она произвела в своё время на меня очень сильное впечатление и долго, вот, знаете, как-то вот держала меня. Да, книга здесь на самом деле, вот, она как бы, может быть, в противовес этой. Здесь, наоборот, главная героиня жертвует всем. Жертвует своим личным счастьем, даже своим собственным ребёнком и отправляется спасать весь мир, наоборот. Ну, и как-то всё это её затягивает, и мы видим на протяжении всей книги, что она теряет и самую себя. То есть меняется её характер, ей уже тяжело становится общаться с людьми, но, несомненно, очень сильная книга. И я рекомендую её к прочтению. Спасибо. Спасибо. Ещё хотелось бы обратить внимание на один из ваших проектов, это книга «Своими руками». Но прежде чем вы о нём расскажете, давайте посмотрим также сюжет на эту тему. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»